Мне посчастливило, я прошел и проехал все эти удивительные места и хочу пригласить вас не только посмотреть прекрасную выставку, я целый час сейчас прошел по всем стендам и с удовольствием смотрел, как умно, ярко, интересно подан этот уникальный край нашей российской державы. Но хочу обратить ваше внимание, что Чуйский тракт, который начинается в столице Сибири в главном научном центре в Академгородке, он продолжается почти тысячи километров и от тех выдающихся институтов, а их там 25, которые славят нашу науку в мире и двигают научно-технический прогресс, Эта уникальная дорога проходит через самые большие поля на Алтае, самая большая хлебная нива в нашей державе и через горный Алтай до монгольской границы. Более разнообразного, красивого, яркого, удивительного края я не видел в своей жизни и должен сказать горжусь тем, что передал эту любовь своим детям. Мой сын, когда выслушал мой рассказ путешествия, после путешествия по горному Алтаю, по Алтайскому краю, Новосибирским просторам, он решил вместе с своими сыновьями от Москвы 10 тысяч километров на машине, проехал туда и обратно, посетил все самые заповедные места и сказал спасибо, что ты дал мне такой наказ. После этого я почувствовал, что такое мой держава и что такое настоящая дружба. Этот тракт, это дорога дружбы, дорога мира и дорога справедливости. Там в Чуйской долине, в степях были первые ярмарки, когда съезжались со всех окрест народы разных национальностей, мирно и дружно торговали. Эта дорога, через которую Монголия в годы войны поставила, начиная от московского сражения на поля сражений, огромное количество и одежды, и полушубков, целые стада верблюдов, коней. Они помогали нам блестяще выигрывать победу в то суровое время. И сегодня там трудятся самые талантливые люди. Я рад, что Герман Титов, второй космонавт нашей державы, поднялся с просторов Алтая. Валерий Золотухин пел чудные песни, которые впитал в тех краях. Василий Шукшин сидит в тросках. Клыков сделал ему чудный памятник, где он на пригорке босой сидит и взирает на эти великолепные просторы. Советую не только посмотреть выставку, но и посетить эти удивительные края, и вы откроете для себя много нового и очень полезного. Спасибо, организатор.